Вчера купила такую кайфовую юбку, но у меня нет ни наверх, что к ней надеть, ни ботину, ни туфли. Опять 25, блин. Привет! Есть такая проблема? Тогда вы попали по адресу. Меня зовут Олеся, я стилист-имиджмейкер, и вы попали на мой канал в стиле и моде не только снаружи, но и внутри. В этом видео я вам покажу свой базовый картероп, который решает все женские проблемы утренние, у которых потом у нас головная боль. Не забудьте подписаться, конечно же, на мой канал, поставить пальчик вверх, включить колокольчик для того, чтобы YouTube вам присылал уведомления о том, что вышло новое видео. Потому что я абсолютно простым языком буду показывать, все примерять, рассказывать, все самое новое, самое интересное для нас, для девушек. Наверное, у каждой из нас есть список, что должно быть в аптечке. Базовый список, например, для интерьера для нашего дома. Список для вещей для любимого. Список вещей для ребенка. А с нашим кардеробом всегда такое ощущение, что этот хаос никогда не закончится. Но на самом деле победить его легко. С помощью базового кардероба. Концепцию базового кардероба придумала еще в далеких 70-х. Сьюзан Фо, владелица одного из лондонских модных бутиков. Но перед тем, как примерять и все рассказывать, нам срочно надо обсудить некоторые важные правила. Правило 1. Базовый гардероб должен состоять из 8-15 вещей. Это плюс-минус, но не меньше и не больше. Правило 2. Базовые вещи и аксессуары максимально минималистичны в своем крови. Конечно же простые в своих цветах. А это черный, белый, серый, синий, оттенки бежевого, голубой и зеленый. Почему голубой и зеленый? Потому что в портретной зоне эти цвета очень выигрышно смотрятся, так как подчеркивают глубину наших глаз. У меня вот такой цвет. Я надеюсь, вы понимаете, какого цвета мои глаза. Правило номер 3. Базовые вещи должны быть не дорогими, а высокого качества. Потому что они служат нам не один какой-то сезон, а целый год. Но я вам сейчас покажу более базовый гардероб ориентирован на осень. Но абсолютно каждую вещь можно представить и весной, и летом, и даже зимой. Конечно же, если вы у меня спросите, на что же потратить свой бюджет, я естественно вам отвечу на базовый гардероб. Самое главное правило. Все вещи из базового гардероба должны сочетаться, миксовать и играть не только между собой, но они легко должны вписываться и в ваш капсульный гардероб на работу, для отдыха и даже в вечерний гардероб. Почему? Потому что базовый – это антоним «вычурного», антипод – украшательство. Соответственно, любая интересненькая вещь не будет считаться базовой. Что ж, а теперь плавно переходим от теории к практике. Я вам покажу свой базовый гардероб. У меня здесь вещи и аксессуары. Все буду объяснять, примерять и составлять, конечно же, для вас образы. А вы можете написать в комментариях, какой образ вам не более понравился. Ну что ж, начинаем. Первая вещь, с которой я хочу начать, это, конечно же, тренч. Не одна осень, весна, холодное дождливое лето, даже теплая зима, например, у меня не обходится без тренча. Я вам хочу показать тренч от Reservate. Я его покупала еще года три назад. Это, конечно же, говорит о том, что вещь хорошего качества и внедряется в любой мой образ. Он у меня в размере 36, так как в него заложен немножко оверсайз фасон. Но, если вы хотите подчеркнуть талию, конечно же, на тренче есть пояс, и он вам об этом поможет. Если присмотреться, то цвет бежевый. Я бы сказала, что он немножко загарный. Но он прекрасно вписывается от вечернего гардероба с каким-то коктейльным или вечерним платьем до обыкновенных шпилек или просто обуви на каблуках в повседневный ваш наряд, допустим, с джинсами и футболкой. Я вам не покажу косуху, потому что у меня косуха есть, такая темная-зеленая из буклированной шерсти, но у меня нет косухи в моем базовом гардеробе. У меня есть такая а-ля кожаная рубашка, черная, в минималистичном крое, но она действительно оверсайз. Ее я покупала в Urban Outfitters, который, слава богу, уже открылся у нас в Польше, ну, в Варшаве как минимум точно. Она черная, без прямого кроя, прекрасно ее можно подхватить поясом. Прекрасно вписывается и с джинсами, брюками, велосипедками, пермудами, с любым низом, с которым вы захотите, с максимально женственным, с максимально урбанистическим. Такая рубашка будет играть и сама форма данного изделия действительно говорит о современности вашего кардероба. Так как у меня есть некоторые проблемы со спиной и часто она у меня болит, я, к сожалению, ну, в смысле, к сожалению, к счастью, у меня есть кардиган из шерсти, потому что мне мой доктор прописал строго-настрого сухое тепло. Так вот, этот кардиган я также покупала года три назад еще в Праге от бренда Lindex. Скандинавская марка и это премиум X-серия, там вещи очень-очень качественные. Он также оверсайз, но тут я уже взяла размер XSS. Пардиган, он очень красивый, такого пыльно-бежево-розового цвета. Здесь есть то ли альпака, то ли махер, потому что есть очень красивая текстура, красивые вертикальные линии, которые стройнят не мой самый высокий рост на земле. У меня 168, он идет такого халатного типа. Я люблю его носить или с юбками мини на распашку, или с юбками, или платьями миди длины, но уже подхватив поясом для того, чтобы обозначить талию. Смотрится очень женственно, легко, по-теплому, согревающе и прекрасно вписывается в мой базовый гардероб. Конечно же, я вам покажу жакет. У меня жакет от Mango, в таком очень красивом пепельном цвете. Он абсолютно простого кроя. Сзади есть пыточки, как вы можете видеть. Я очень люблю носить жакеты с джинсами, лоферами и футболкой, или с женственными летящими и даже немножко секси-платьями. Что еще? Что еще? Просто не мыслю себя без видшота. Когда мы все вышли из карантина, нам как-то не хочется расставаться с таким уютным предметом гардероба. У меня он от Gant, в таком красивом молочном цвете. Я такие вещи люблю носить с какими-то формальным низом, например, с брюками, дудочками или с юбками летящими. Не люблю уходить в сильный спорт. Мне нравится, потому что, в принципе, это про спортшик. Мне нравится какая-то нотка женственности с такими вещами. Но абсолютно спокойно этот джемпер можно надеть и с кроссовками. И, допустим, с тренчем будет смотреться великолепно. Блуза шелковая. Также она такого бежево-пыльного-розового цвета. Летящая, невесомая, немножко прозрачная. Я люблю надевать сюда очень красивое какое-то, может, и кружевное, может, и гладкое белье, какой-то бралет. Или мне нравится надевать ее нараспашку с топом внутри. И вниз вы уже можете фантазировать, как вам нравится. Это могут быть какие-то спортивные даже брюки. Она классно будет смотреться даже с трениками. Да, нынешняя мода после карантина это действительно позволяет. Естественно, джинсы, естественно, бермуды, естественно, кожаный низ. Так как игра фактур будет смотреться очень хорошо. Но этот шелк, он матовый, не такой блестящий. И, честно говоря, мне матовый шелк больше нравится в моем гардеробе. Действительно, довольна этой покупкой. И прям, ну, вон лав. Она, мне кажется, вот я даже, когда сегодня хотела снимать это видео, хотела надеть ее. Но все-таки хотелось показать вам воочию, чтобы вы увидели весь мой матовый гардероб. Еще уже такая рубашка из Massimo Beauty. Я вам показывала ее в недавних моих покупках. Она из стопроцентного Лио Целла. Также воздушная, но уже плотная. Она прекрасно смотрится и с юбками, и с джинсами. На пляж ее можно надеть. Я не знаю, куда ее нельзя надеть. Белая рубашка отлично впишется даже в вечерний гардероб, если вы наденете красивый, сверкающий или, наоборот, минималистичный и сдержанный низ, допустим, из шпильки. Вы будете в ней смотреться, как истинная парижанка с таким непрежним шиком в образе. И то, что я вам говорила про цвета, футболка нет. Она у меня не белого цвета. Она такого нежно-травяного цвета. Я ее покупала в Andada Stories. Она абсолютно прямого кроя. Единственной выточки здесь нет. Она не приталенная. Она держит воздух. Более того, скажу, что даже моя мама, у меня есть фотография из детства, когда я шла в первый класс, на ней была папина оверсайз. Ну, потому что мой папа больше, чем моя мама. Футболка, правда, белого цвета. Кружевная, фиолетовая, юбка и каблуки. Она выглядела в тот момент потрясающе. И смотрите, сколько уже лет прошло. Футболки сейчас перешли не только в каждодневный гардероб, но и они прекрасно будут смотреться в любом гардеробе. И даже в офис можно надеть, если у вас не совсем строгий расход на прогулку с ребенком, в кафе, в кино, везде. Топ базовый. Такой же есть у меня черный, но я его как-то не могу найти уже три дня. Здесь его на балконе не сдуло, потому что будет обидно. Это у меня топ от Zara. Он имеет такой квадратный, но смягченные у него углы декольте. Он просто идет по фигуре. Я его чаще всего заправляю внутрь в брюки или в юбку. Здесь классные такие немножко широкие лямки для того, чтобы если эта зона у вас нет проблем, и вы не хотите обращать туда внимание, эти топы прекрасно подойдут. У меня есть белый и черный. Прям люблю, обожаю. Считаю, что никакой гардероб не обойдется без таких именно топов. Кстати, есть в Zara сейчас и в Body. Тоже они неплохие, но эти топы мне больше нравятся по качеству. Так что обратите внимание. Тот такой можно надеть как летом, с шортами, с, например, небрежно накинув рубашку наверх, так и зимой, как вариант для многослойности. Переходим к низам. Я вам покажу такие брюки. Недавно их купила, даже еще бирку не сняла от Massimo Dutti. Это треники. Это продолжение карантинной темы. Да, действительно, спортшик нас вообще ни разу не покидает. Они такие не черные, они темно-темно-синего цвета. И тут форма у них как у брюк дудочек. Такие я очень люблю носить с женственными, например, каблуками, с блузами или с футболками. Но что-то обязательно я люблю добавлять женственное. Но, конечно же, спортивные элементы, футболки, какие-то сникерсы, также абсолютно никто не отменял. Очень люблю и ценю в них именно качество и комфорт. Юбка черная, также из Massimo Dutti, также недавно купила. Она идет из шифоновой ткани длины миди. И у нее такой летящий крой, как вы можете видеть. Очень красивая, женственная, решание разлетается. Это прям действительно мой стиль, прям моя изюминка, моя перчинка. Ее можно летом надеть, например, с какими-то массивными шлепанцами и топом. Зимой с сапогами и большим объемным вязаным свитером. Будет смотреться классно и летом, и зимой. Поэтому на такие юбки, конечно же, всегда обращайте внимание. Они действительно палочка-пручалочка, если вы любите носить юбки. Я вам не рассказала про, наверное, любимый из топов. Это бретонка, тельняшка, матроска. Называйте, как вам нравится. Но этот предмет из стиля морского так прочно внедрился. И уже там десятилетия не сидит в нашем базовом гардеробе. Потому что бретонка это очень универсальная вещь. Я люблю ее носить не только с джинсами и кедами, но и очень она мне нравится, если вы будете использовать бретонку именно в костюмных ваших аутфитах. Смотрится супер свежо, супер необычно и супер стильно. Брюки. Я, конечно же, не имею такую фигуру, чтобы на нее сели абсолютно любые брюки. Потому что у меня достаточно большой перепад между талией и бедрами в 30 сантиметров. Иногда даже больше. Потому что брюки это, честно говоря, не моя тема. Но эти потрясающие. Я их купила в Заре. Они такие широкие достаточно. раскрешенные от бедра, прекрасного качества. Они были очень дешевые. Помню на момент их покупки, я их еще давным-давно покупала в Праге. Они из какой-то потрясающей ткани. Потому что эти стрелочки, они не разглаживаются даже после стирки. Ну, несчастья ли. Я их очень люблю носить с сникерсами, которые я вам сейчас покажу. Или с любыми другими. Естественно, лодочки. Естественно, каблуки. Или шпильки. Любой топ. Бое плечевое изделие. Они могут быть, например, и не только широкие, но и в форме дудочек. Или немножечко укороченной. Или полной длины. Кстати, полная длина возвращается. Поэтому имейте в виду. Это действительно для меня must have. Я действительно рада, что нашла такие крутейшие брюки. Причем на скидках. Причем за копейки. Последний элемент из вещей. Сейчас будут аксессуары. Это джинсы. Я вам их показывала в покупках. Если вы меня смотрели, обязательно посмотрите видео о моих покупках. Это джинсы Zara. Также они прекрасного, нежно-нежно-колубого цвета. Потрясающего качества. Ну вот иногда, но бывает Zara действительно за небольшие деньги супер качество. Джинсы можно носить везде. С любым верхом. Я, например, очень люблю притушать ними какие-то, знаете, аутфиты. Такие сложные. Сложные верха, сложные топы. Прекрасно они работают. Круто даже будут сочетаться с какими-то безумными вашими лодочками, сандалями, туфельками. Джинсы – это такой кэжуал, это такая каждодневная история про каждую из нас. И если у вас еще нет своих идеальных джинсов, я тогда не знаю. Берите внимание, как минимум не знаете. Конечно же, что касается аксессуаров, в первую очередь мы смотрим, покупаем себе сумки. Эту малышку бежевую я недавно, абсолютно в крайнем видео, если не смотрели, обязательно посмотрите, делала на нее обзор и распаковку. Она бежевая у меня от Fula. И это малышка от Michael Kors. Черная, кроссбоди, в мини-размере. Для меня они абсолютная база. Любой вещи абсолютно подойдут. Любую стилистику, даже самую сумасшедшую и самую необычную, они прекрасно впишутся. И действительно, они достойны для того, чтобы быть в кардеробе у каждой из вас. Ну, или как минимум, такие формы и такие цвета. И один базовый или небазовый кардеробный выживет без аксессуаров в виде пояса и солнцезащитных очков. Пояс у меня кожаный. Я его покупала в Tiki Max. Это Outlet по каким-то невероятным скидкам. У меня он черный, кстати, из мужского отдела. Это бренд Levi's. И очки, покупала их там же. У меня от бренда, он называется Sting. Вот так они выглядят. Они шестигранники. Они невероятно легенькие. Прекрасно вписываются в любую стилистику. Очень у них мягкая линза. Просто ванна. И они легкие, если бы я вам это не говорила. Потому что очки бывают часто такие тяжелые. Да, они красиво выглядят. Но, блин, как-то они так некомфортно ощущаются. Эти же такое не делают. И, в принципе, пойдите в оптику и померите именно такие очки. 100%. Они в моде надолго. Потому что это как икона для стилистики. Как канон. Как одно из базовых вещей в минималистичном гардеробе. Современном. Покажу вам две пары обуви на низком ходу. Это у меня лоферы от Gina Rossi. Я делала распаковку в инстаграм. И такие сникерсы беленькие, кожаные от Levi's. Очень мягкие, удобные. Мне обувь подобрать действительно тяжело. Поэтому эти фирмы прям классно работают с такой широкой стопой, как у меня. И с высоким подъемом. Плюс они невероятно круто смотрятся. За счет того, что они черные, одни белые. Они впишутся абсолютно в любой ваш комплект. Мои звездочки. Мои ласточки. Такое впечатление, как будто я с туфлями разговариваю. Но вы знаете, что я очень люблю туфли на каблуке. Эти я вам показывала и рассказывала, кажется, в первом или втором своем видео на YouTube моем канале. Они также очень рощи. У них потрясающая, конечно же, шпилька. У них потрясающая фактура под змею. Но она черно-белая. Такая нейтральная, немножечко припыленная, притушенная. Потому что принт, он может быть в базовом гардеробе. Но с ним надо быть очень аккуратным. И действительно чувствовать в себе силы, чтобы его потянете. А эти ласточки, они добавляют и формальности, и немножко такую пастыльную перчинку в ваш образ. Для моего базового гардероба это в себе не допустим. Ну что ж, это было все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Ссылочки все будут внизу. Ставьте пальчики вверх. С вами была я, Олеся. Обнимаю крепко-крепко. Пока.